В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Начал с проектов и цифр, закончил стихами о родине. Глава правительства республики отчитался перед депутатами народного собрания. Привиться нельзя болеть. Где поставить запятую? О проблемной ситуации с вакцинацией в республике расскажем в выпуске. Выпил, угнал, сел в тюрьму. Полицейские по горячим следам задержали 40-летнего махачкалинца, угнавшего чужое авто. Победителей и проигравших не было. О дружеской матчевой встрече юных спортсменов Дагестана и ДНР расскажем в спортивном блоке. Отчитался за все. Председатель правительства республики выступил перед народными избранниками. Премьер рассказал депутатам о проделанной региональным кабином работе. В целом обошлось без неожиданностей. Доклады в Думу Слимова устроил и парламентариев, и главу региона. Более подробно об этом расскажет Патимат Ханапова. Прежде таких отчетов о работе правительства мало кто слышал. Такую оценку дал глава региона в выступлении Абдулмуслима Абдулмуслимова. Сергей Меликов остался доволен работой премьер-министра. Не устроили руководителя республики разве что вопросы депутатов, адресованные главе Кабмина. Вопросы вот депутатов было немало немного, но сказать, что все они были неактуальны и притянуты за уши тоже нельзя. К примеру, народные избранники затронули достаточно злободневный вопрос ввиду событий в Турции и сейсмоопасности нашего региона. Планируется ли правительство провести какие-то сейсмо-безопасные мероприятия для защиты населения республики? Данный вопрос у нас находится на контроле. Министерство строительства, как в республике Радистан, получило соответствующее поручение. Сейчас они разрабатывают планы мероприятий, сейчас есть в строительной сфере строительства и размещения, и территориального планирования. Коснулись на сессии проблемы, которые тревожат всех жителей республики – аварийные, отключение света. По словам премьер-министра, по этой части удалось достичь подвижек. Он назвал два пункта – введение в эксплуатацию Южно-Сукукумской солнечной электростанции и подписание соглашения на строительство Новолагской ветряной электростанции. Да, это на самом деле такой животоропечный вопрос. Сегодня 72% всей энергосистемы изношено и находятся столбы, которые были установлены в 60-70-х годах прошлого века. И то же самое подстанции за 1-2 года это все менять не получается. В целом у нас такая программа есть, которая в прошлом году разработана, в прошлом году принята. Есть какие-то несоответствующие финансовые средства. Просто я в своем выступлении тоже это говорил. Если составляющим компаниям необходимо чуть-чуть активизировать работу, но вы знаете, мы людьми в финансово-хозяйственные деятельности не лезем. Это не наши прерогативы. Но заставлять их делать то, что мы получим, или способствовать, помогать им, мы всегда это сделаем. О своем учете Абдулмуслим Абдулмуслимов, можно сказать, затронул все сферы жизнедеятельности. От промышленной отрасли до сельского хозяйства. И практически, согласно отчету премьер-министра, везде рост и развитие. Выступление главы Кабмина перед народными избранниками длилось более часа. Завершив с цифрами и проектами, свой доклад-пример закончил стихами о родине. О чем наши мысли и наши слова? О родине, только о родине. Благодарю за внимание. Более 18 тысяч детей не прошли вакцинацию от полиомиелита в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Центр профилактики и борьбы инфекционных болезней призывает родителей не поддаваться так называемой антипрививочной истерии, которую распространяют недостоверные источники информации. По причине отказа родителей от прививок в регионе наблюдается рост детской заболеваемости одного из разновидностей полиомиелита – острого вялого паралича почти в три раза. Напомним, туровая иммунизация детей от полиомиелита стартовала в Дагестане в понедельник. Вакцинация пройдет в два тура – с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. Выпил, угнал, сел в тюрьму. Полицейские по горячим следам задержали 40-летнего махачкалинца, угнавшего чужое авто. В ходе допроса мужчина признался, что решил угнать автомобиль 14-й модели, припаркованный на одной из улиц Махачкалы, находясь в алкогольном опьянении. Машину он продал за 20 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на продолжение банкета. Автомобиль нашли и вернули законному владельцу, а любитель нетрезвого экстрима проведет ближайшее время за решеткой. На улице Даганово в Махачкале обновляют водопровод. Напомним, ранее жители микрорайона Учхоз неоднократно обращались в администрацию с просьбой заменить изношенные трубы водоснабжения. Специалисты Махачкала «Водоканал» проложат трубы большего диаметра. Всего длина новой линии составит 500 метров. В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщают о возможных перебоях с водоснабжением. Все ремонтные работы будут завершены до конца марта. Здесь раньше были водопроводы частные, которые люди сами проложили, там меньше диаметров, их много, там 2-3 штуки, ну низкого качества. И они постоянно создают такие проблемы и решили это все устранить, убрать, в одну, один водопровод это все как бы переключить. Держим под контролем. Очень много обращений по поводу воды, газа и света. Резван Казимович держит все под контролем и дает поручение, чтобы незамедлительно выполняли все работы и делали так, чтобы жителям города Махачкалы было хорошо. Строительство парка, культуры и отдыха имени Рассула Гамзатова в Ильтавском лесу завершится до конца года. Порядка двух с половиной тысяч деревьев и саженцев высадят на территории, строго учитывая климат региона. В городской администрации считают, что парк станет центром притяжения не только жителей Махачкалы, но и гостей города. Накануне руководства столичной мэрии совместно с представителями подрядной организации ознакомились с ходом благоустройства. Смысл проекта в том, чтобы сам как парк, как лес сохранить смысл леса. Здесь очень много сухостоя, очень много, в которых валятся деревья. Мы их в данный момент убираем, как вы поручили. Другим темам. Сотни Каспичан посетили зиярад шейха Мухаммада Аль-Яраги в Сагратле. Мероприятие было организовано духовенством города. Вспоминая о таких людей, говоря о таких людей, мы обновляем историю. Мы знаем, как эти люди, великие люди жили, как они были полезными для ислама, чтобы мы от них брали пример. И, естественно, когда мы организуем такие поездки, от таких поездок укрепляются братские отношения, джамаат объединяют. И это призыв Аллаха. И к чему нас призывал наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху али-васалям. Это послужит дальнейшее объединение братства, жителей города Каспийска. И даже я привел своих детей с собой. Уверен, что они получили большой жизненный урок и наставление от старших. Отметим, что Мухаммад Аль-Яраги был не только ученым-богословом, но и духовным наставником имамов Газимухаммада и Шамиля. Посетить зиярад в Сагратль ежегодно приезжают тысячи людей из разных уголков Дагестана и России. И в заключении немного о спорте. Победила дружба. Юные спортсмены ДНР и Дагестана провели матчевые встречи по боксу, борьбе и зюдо. Дружеские поединки были организованы по завершении двухнедельного сбора детей из Донецкой Народной Республики в Махачкале. Тему продолжит Курбан Рагимов. Две недели упорных тренировок и обмен опытом с местными спортсменами. В Махачкалу на зимний учебно-тренировочный сбор приехали порядка 40 детей и 4 тренера. Команду из ДНР тепло приняли в столичной школе имени Али Алиева. Ближе к концу поездки гости смогли проверить свою силу в матчевой встрече. Смотрим, болеем за дружбу, за то, что эти ребята, то, что мы смогли какую-то маленькую частицу чего-то дать, то, что мы умеем, знаем. Поделиться своим опытом, я думаю, это наша обязанность, мы это всегда с удовольствием делаем. Надеюсь, нашим гостям у нас очень понравилось и в дальнейшем такие мероприятия мы будем очень много проводить. Поединки бескомпромиссные, но говорить о поражении здесь не приходится. Рефери поднимает руку обоих участников, ведь основная цель матчевой встречи – укрепление дружеских связей. Призы получают все спортсмены. Как всегда, дагестанцы всегда любим гостей и поместили их в гостинице Министерства спорта и проводим, развлекаем этих детей. И вот сегодня решили такую дружескую матчевую встречу провести, боксерскую, дзудаистскую и борцовскую. И вот, конечно, мы на этом присутствуем, хотим, чтобы наши ребята между собой познакомились. Основная цель нашей миссии – это познакомить наших детей между собой, чтобы они дружили, чтобы эти отношения дружеские всегда сохранились. Это самая важная цель. Это не первый приезд спортсменов из ДНР и ЛНР в Дагестан. Летом Минспорт Республики составил насыщенную программу пребывания для около ста детей. И в этот раз, кроме тренировок, ребята смогли посетить достопримечательности региона. Мне очень сильно понравилось быть в Дагестане. Тут очень добрые люди, нас хорошо встретили, приняли как своих родных, получается. Были мы на крепости в Дербенте, успели побывать. Побывали в трех музеях, в том числе и в музее спорта. Ну, в общем, мне все понравилось и очень было интересно и увлекательно. Познакомились с культурой Дагестана. Здесь у нас организованы великолепные тренировки два раза в день. В течение года мы даже не могли собраться. Это мы впервые собрались в составе старшей группы, почти полным составом. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски новостей также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова